13.05 в Кирове, в эфире Эхо Кирова, программа интервью. Мы продолжаем цикл министерских интервью, и сегодня у нас Альберт Запольских, министр транспорта Кировской области. Меня зовут Юлия Фанасьева, Альберт Владимирович, добрый день. Добрый день. Я проанонсирую сначала, как нас можно услышать и увидеть. Во-первых, это сайт эхокирова.ру, где можно задать вопросы нашим гостям в разделе анонсы. Там есть один вопрос про аэропорт Победилово, я его задам по ходу программы. Также нас можно слушать и смотреть по ссылке на сайте эхокирова.ру. Ну что, давайте начнем. Я хочу начать с общего. Как вы себя чувствуете в ранге министра? Что для вас изменилось? Вы знаете, там особых каких-то таких ощущений по изменению не произошло. Изменилось то, что поскольку мы сегодня, ну мы, я имею ввиду, я себя и своих коллег, которые из ранга главдепартамента перешли в ранг министров, мы ведь, кроме того, стали еще членами правительства Кировской области, соответственно, это нам добавило дополнительных обязанностей, потому что любая должность — это не только права, это в первую очередь обязанности, которые возлагаются на должностное лицо. Поэтому мы сейчас гораздо больше работаем в плане той деятельности, которая идет, собственно, правительство Кировской области. То есть раньше мы вообще в работе правительства, как члена правительства не принимали участие. Теперь мы это делаем в полном объеме. Соответственно, понятно, у меня прибавилось работы. Кроме тех своих профильных отраслей, которыми я по-прежнему руковожу, это транспорт и дорожные отрасли, теперь еще мне приходится вникать и во все остальные отрасли, которые есть, поскольку правительство работает, занимается новоотворческой деятельностью, решает проблемы. То есть круг обязанностей очень серьезно расширился. А когда собирались менять структуру правительства, в том числе это объясняли тем, что министров региональных будут иначе воспринимать на уровне Москвы. Вот вы на себе это уже почувствовали? Почувствовал. А в чем это выражается? Ну, понимаете, когда из одного из 80 с лишним регионов приезжает, пускай руководитель отрасли, ну, какого-то глава департамента, да, в Москву, создает немножко другой город, там, другие отношения, по-другому воспринимается. Сейчас приезжает министр, и сразу всем понятно, какого ранга этот человек приехал. Поэтому здесь, да, стало гораздо проще мне некоторые вопросы решать и гораздо проще в некоторые кабинеты попадать, когда представляешься тем, кем есть министр, да, то есть все проще стало. Ну, то есть действительно по-другому вас воспринимают? Да, совсем по-другому воспринимают. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, ваше министерство там меняет печати, штампы, печатает новые бланки, меняет таблички у кабинетов. Вы подсчитывали, да, в какую сумму этот весь процесс вылился? Сколько это стоит? Ну, вот на самом деле, дольше говорили, да, перечисляя, что там поменялось, что сколько, это на самом деле относительно небольшие деньги, мы поменяли две таблички и одну печать. А бланки, документы? Ну, бланки, они ведь расходный материал, да, поскольку мы знали, что с 1 июля мы становимся министерством, то мы просто уже перестали заказывать бланки департамента, естественная ротация произошла, то есть это относительно небольшие деньги, тогда даже не стоит об этом говорить. Ну, хорошо, давайте тогда поговорим про планы ваши на 2016 год, я думаю, это как раз то, о чем стоит поговорить. Перечислите, пожалуйста, самые важные, на ваш взгляд, объекты, которые будете строить, ремонтировать в 2016 году. Я бы немножко не так сформулировал вопрос, все-таки у нас Министерство транспорта Кировской области и включает в себя вопросы не только дорожной деятельности, но еще и вопросы транспорта, поэтому зацикливаться только на дорожной отрасли я бы, наверное, не стал, с одной стороны. С другой стороны, надо счет для начала 2015 года закончить, да? Ну, это я уже так, порядки шутки. Если говорить о 2016 году, то у нас, конечно, одна из основных задач, это завершение строительства автомобильной дороги Димаки, границы Удмуртской республики. У нас буквально на прошлой неделе прошел конкурс, определилась подрядная организация. В конце этой недели, если все требуемые нормативы законодательством, шаги будут выполнены, мы заключим государственный контракт, приступим к строительству. Почему я особо выделяю именно этот объект? У нас здесь софинансирование с Федеральным дорожным фондом. Более 500 миллионов рублей мы уже получили с федерального бюджета. Вот, во-первых, то есть федеральные деньги, это всегда очень приятно получать, да? Особенно на такие острые направления, как дорожная деятельность. Второе, у нас появится дополнительный транспортный коридор с нашими добрыми соседями, я имею в виду Республика Удмуртия. У нас очень серьезные плотные экономические связи с Республикой Удмуртия, особенно вот с тем направлением, по тому направлению, где сейчас будет строиться новая дорога. Потому что она обеспечивает кратчайший выход на город Глазов. С Глазовым тоже очень серьезные экономические, социальные, культурные связи, особенно в приграничных районах. Поэтому для нас дорога достаточно важна, и очень серьезное такое подспорье окажет в социально-экономических связях с соседним регионом. Это первый вопрос. Почему первый? Потому что в следующем году предполагается уже сдача в эксплуатацию. Второй по очереди, но, наверное, не второй по значимости, это продолжение строительства путепроводов «Чистые пруды». Как вы знаете, мы этот путепровод в этом году начинаем строить тоже с привлечением федеральных денежных средств. Заказчикам определено муниципальное образование город Киров. До конца этой недели, то есть до 21 августа, идет период подачи заявки участников потенциальных, я имею в виду, подрядных организаций. То есть на следующей неделе мы уже будем знать, кто из потенциальных подрядных организаций заявился, кто будет участвовать в конкурсе. У нас по планам в сентябре месяце приступить к началу строительства путепроводов «Чистые пруды». Единственное, что объект очень сложный с технической точки зрения, поэтому у него достаточно большой нормативный срок строительства, это почти три года. Поэтому говорить о том, что в завершении в следующем году, конечно, никакое нельзя. Наша задача максимально выдерживать темпы строительства, график строительства, ну и финансы. Главное сегодня это финансы. Не в очень простой ситуации находится и бюджет Кировской области, да и не только Кировской области, и всей Российской Федерации. Поэтому наша задача, чтобы денежные средства на продолжение этого строительства у нас были. Ну это уже те проблемы, эти задачи, которые должны решать правительство Кировской области совместно с городской администрацией, администрацией города Кирова. Я надеюсь, что мы с этим справимся. По путепроводу уже не будет федерального софинансирования? Здесь вопрос этот еще открытый. Вы, наверное, знаете, что вопрос федерального финансирования именно путепроводов «Чистые пруды» с самого, чуть ли не первого дня губернаторства Никиты Юрьевича, он занимался им лично. Долго обивал кабинеты, пороги кабинетов. Он встречался с Владимиром Владимировичем Кутиным, в обоих его должностях. Ипостасях. Ипостасях, да. И будучи президентом, и будучи премьер-министром. То же самое было, кстати, сделано и с нынешним премьер-министром Дмитрием Анатольевичем. То есть он с ним по этому вопросу встречался. И тут, будучи в обоих его ипостасях. Но вот это упорство, оно как бы разымеяло свое действие. У нас сегодня путепровод включен в перечень особо важных для экономики страны объектов. И я думаю, что мы все-таки договоримся с Федеральным дорожным агентством, с Министерством транспорта Российской Федерации о продолжении именно федерального финансирования строительства этого объекта. Но в любом случае, раз мы... Решение принято о начале строительства, я уверен, что мы его не бросим. Найдем денежные средства, откуда будем финансировать строительство. И для горожан, для города Кирова все-таки этот объект закончим и позволим разгрузить тут определенные транспортные коридоры и сумменьшение транспортных проблем. А сколько денег нужно на строительство пытипровода? Напомните, пожалуйста. Общая сумма для реализации этого проекта, включающая в себя и строительно-монтажные работы, и затраты, связанные с расселением жилья, с выкупом земельных участков, которые сегодня находятся не в государственной и не в муниципальной собственности, а в собственности физических лиц, больше 3 миллиардов, 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Я округлил сейчас. Из них почти 300 миллионов это вопросы, связанные с собственностью на землю, на квартиры и так далее. Этим будет плотно заниматься городская администрация. У нас в моментах только мы окончательно поняли, что деньги с федерального бюджета будут направлены, сформирована рабочая группа. Мы в еженедельном режиме собираемся, все проблемные моменты обсуждаем. Пока мы идем в том графике, который для себя составили в начале года, не выбиваясь ни надеясь. И что и дальше мы этот график будем соблюдать. И все-таки завершим строительство установлено на сроке. Мы знаем, что в том районе, да, действительно очень много частных домов, в том числе деревянных. Там достаточно плотная застройка. Вот потребуется ли сносить именно жилые дома для строительства путепровода? Да, потребуется сносить жилые дома. Единственное, что под снос идут дома, которые достаточно старые уже. Там, если по той улице ездили, я имею в виду по улице Попокова. Там стоят двух-трехэтажные старые такие дома желтенького цвета. Я сейчас на память не помню, то ли пять, то ли шесть домов эти попали под снос. То есть под снос и под расселение, соответственно, жилье. Если вам вопрос более интересен, я предлагаю пригласить сюда ответственных лиц из администрации города Кирова. Они более подробно, со всеми планами, чертежами, чуть ли не по квартирам, смогут вам рассказать, что подлежит сносу, выкупу и так далее. А вы знаете, куда этих людей будут расселять? Ну или хотя бы то, определены ли квартиры, в которые они переедут? Это, Юля, очень сложный вопрос. Сложно не в том смысле, что... Что некуда. Что некуда. А сложно в том смысле, что каждый собственник жилого помещения в сносимом доме в соответствии с действующим градостроительным законодательством, жилищным законодательством, там есть много вариантов, и с каждым собственником будет заключаться отдельное соглашение. С каждым. Поэтому я сейчас не могу про всех рассказать, как это будет. Кто-то может возьмёт деньги, да, у него есть там уже есть где жить. Кто-то, может быть, потребует предоставить ему взамен жильё. Это очень сложный вопрос. Сложно не в том случае, что он сложный по исполнению, а в том, что с каждым собственником отдельное будет соглашение. Поэтому сейчас я рассказать не могу. А когда, согласно вашему плану, графику работ, должен начаться непосредственно снос домов? Вот план, график работ, он в администрации города Кирова. Поскольку я не предполагал, что мы так будем детально обсуждать, путепровод чистые пруды, поэтому я, конечно, его с собой не взял. Но, ещё раз говорю, строительство путепроводов чистые пруды это отдельная тема, очень обширная, очень глубокая. И предлагаю, если хотите, вам интересно, отдельно её обсудить. Ну, я думаю, да, мы тогда вернёмся к этой теме более глубоко в нашем эфире. Ещё важное направление деятельности вашего министерства на следующий год. Ну, чтобы закончить дорожную тему, у нас случилась очень непростая ситуация с продолжением строительства автомобильной дороги в Подосиновском районе. Это Киров-Котлас-Архангельск. К сожалению, тот подрядчик, который к нам пришёл работать в 2013 году, собственно говоря, как и об этом говорил я, и как об этом говорили мои коллеги-дорожники, не справился с теми обязательствами, которые он на себя взял. Вот, нам приходится сейчас с ним расставаться. Дорога осталась незарешённая и недостроена, поэтому наша задача на сегодняшний день максимально быстро расстаться с недобросовестным подрядчиком, заактировать то, что он там сделал, пересмотреть проектно-смертную документацию, откорректировать её и в следующем году объявить дополнительный, объявить конкурс на подбор нового подрядчика, потому что дорога эта имеет достаточно серьёзное значение для решения социально-экономических вопросов Подосиновского и Луцкого районов, с одной стороны. С другой стороны, туда уже подрячено порядка 250 миллионов рублей и бросать в таком состоянии недострой мы не можем. Ну и самое главное, жители Подосиновского и Луцкого районов ждали эту дорогу в этом году, и получается, что пускай невольно, но так или иначе мы их подвели. Поэтому хоть есть желание максимально быстро это всё-таки устранить, и в следующем году начать уже с новым подрядчиком завершение строительства этой дороги. Вот три таких основных направления в дорожной деятельности, всё, что связано с новым, да. Понятно, что у нас есть там более мелкие проекты, например, это у нас постоянно продолжается и в этот год строительство автомобильных дорог к сельским населённым пунктам. Сейчас в этой программе участвуют кроме дорожников ещё и Министерство сельского хозяйства, как Российской Федерации, так и Кировской области. Понятно, что никто с нас не снимал обязанностей по ремонту автомобильных дорог, никто с нас не снимал обязанностей по содержанию автомобильных дорог. То есть вся эта работа будет продолжаться, мы будем стараться максимально делать её эффективной, максимально добросовестной со стороны подрядчиков, подрядных организаций. Ну и другое направление деятельности нашего министерства это, безусловно, транспорт. У нас Кировская область представлена не всеми видами транспорта, ну, собственно говоря, практически всеми, за исключением ввода, видом транспорта. Основной у нас вид транспорта на сегодняшний день это автомобильный вид транспорта, ну, то есть автобусы, да, второе объёмом перевозки занимает железная дорога, ну, и третье это авиационный вид транспорта. В каждом из них есть свои проблемы, есть свои, там, задачи, которые нам требуется решить. Поскольку всё-таки автомобильный это главное, тут с него, пожалуй, и начну. У нас буквально две недели назад наконец-то на федеральном уровне принят федеральный закон, который регулирует право отношения в вопросе перевозки пассажиров наземным видом автомобильным электрифицированным транспортом. Закон, с одной стороны, был гожданным, то есть его, там, порядка десяти лет Государственная Дума пыталась принять. С другой стороны, там, он, опять же, принёс определённые инновации в эту деятельность и требует от субъектов, в том числе и Кировской области, принятие ряда нормативных актов уже на субъектовом уровне, в том числе и закона Кировской области. У нас сейчас создаётся рабочая группа с привлечением всех заинтересованных сторон. Мы тщательно проанализируем собственно сам закон. Мы уже выделили какие-то местосновные направления, которые на сегодняшний день никак не отрегулированы нормативно на территории Кировской области. Соответственно, до конца года мы должны все эти вещи сделать. Поэтому, что касается автомобильного транспорта, там, с точки зрения пассажиров, я думаю, что, скорее всего, ничего не изменится. А с точки зрения перевозчиков? А с точки зрения перевозчиков изменится всё достаточно серьёзно. То есть, не знаю, в курсе вы, не в курсе тех перепятий, которые были здесь на законодательном уровне в Кировской области, когда правительство Кировской области в лице департамента дорожного хозяйства и транспорта пыталось принять закон, регулирующий правоотношения как раз в этой отрасли. К сожалению, у нас не получилось, но вот та философия, та логика, которую мы закладывали свой законопроект, который не поддержали, к сожалению, департамент и законодательное собрание Кировской области в своё время, она нашла своё отражение в федеральном законе, да? То есть, в принципе, тот закон, который сейчас федеральный принят, он позволит нам максимально ужесточить работу с перевозчиками в плане ответственности перевозчиков за то, что они делают. Ни для кого не секрет, последний месяц, буквально, страну всколыхнула, прям, череда серьёзных дорожно-транспортных происшествий, в том числе, связанных с автобусами. Там, к сожалению, погибло достаточно большое количество людей, и сегодня сложно всё сваливать на дорожные службы, или на государственные органы власти. Практически везде, то не практически, а везде основным фактором, привешен к дорожно-транспортному происшествию с тяжёлыми последствиями, это всегда был человеческий фактор. Всегда был человеческий фактор. Везде было нарушение правил дорожного движения. Правила дорожного движения нарушают люди, нарушают водители. Поэтому мы сегодня понимаем, где оно, тонкое место. Мы, собственно говоря, всегда его понимали, всегда пытались его зарегулировать, но вот до последнего времени всё это не получалось. То есть ужесточится ответственность компании-перевозчика для компании-перевозчика? Ответственность ужесточится и ужесточится порядок отбора тех организаций или тех индивидуальных предпринимателей, которые сегодня перевозят людей. Ну, вот не секрет, сегодня для того, чтобы с автобусом выйти на маршрут, достаточно иметь лицензию, по большому счёту. И когда я там, как глава департамента в прошлом, пытался доказать, что этого мало, что человек, имея лицензию на руках, не обязательно может работать на маршруте. Почему? Потому что перевозка людей это всегда повышенная опасность. Мы должны быть на 100% уверены в том, что человек, который управляет автобусом, здоров и трезв минимум, максимум, должен ещё и обладать достаточным опытом, чтобы возить этот. Что у него автобус, прежде чем выйти на линию, прошёл предрейсовый осмотр, что у него там всё в порядке. Да, тут бывали ведь случаи, когда, может, кто-то уже подзабыл, было года два или три назад такой случай в городе Перми, Пермский дикий автобус его называли, когда автобус из-за технической поломки проехал на огромной скорости несколько кварталов, только чудом не улетел в реку Камо, потому что он там за парапез зацепился, а проблема была в том, что стояла некачественная запасная часть, она сломалась, заклинила систему подачи топлива в двигатель, и автобус на бешеной скорости, там, собирая кучу автомобилей, поднёсся там по Комсомольскому проспекту города Перми. Ну, это то же самое, что Октябрьский в городе Кирове, единственное, что Комсомольский проспект города Перми упирается в реку Камо, поэтому там могли быть очень серьёзные проблемы, но, к счастью, не произошли. Так вот, этих проблем можно избежать, максимально усилив контроль по допуску предприятий и индивидуальных предпринимателей на обслуживание людей на маршруте. Когда наш департамент, тогда сейчас министерство пытался это донести, нас называли, что мы, там, значит, пытаемся ограничить максимально рынок, что мы задушим, значит, малое предпринимательство, там, конкуренцию душит, но конкуренция хороша в торговле морковкой, да, но когда вопрос идёт о жизни и здоровье людей, государство просто обязано это обеспечить безопасность пассажиров. В том числе и путём жесточайшего отбора тех организаций, тех лиц, которые будут начать перевозки. А правильно я понимаю, что всё то, что Вы перечислили, это и предрейсовый осмотр автобуса, и, там, медкомиссия для водителей, это всё как раз входит в федеральный закон? В том числе и это входит в федеральный закон. Просто по существующему до этого законодательству, оно вроде бы как бы и так предполагалось, да, что должно это делать, человек получил лицензию, соответственно, он это делает, но контроль за это был настолько вялый, да, от той организации, которая выдает лицензию, вот, а мы, как, например, наш департамент, тогда, сейчас, министерство, не имели легальных прав на то, чтобы те это проверять, да, то есть он был практически никакой. понятны, серьезные перевозчики кировские, такие как киров-пассажир автотранс, например, или кировская АТП, ряд других перевозчиков, они-то понимали всю степень ответственности, с одной стороны, с другой стороны, это достаточно старые предприятия, и где эти механизмы отлажены ещё в советских времён, и они себе такого не позволяли, но кроме них, ведь есть ещё и другие перевозчики в районах, и в других городах Кировской области, которые к этому относились гораздо, скажем так, проще. Поэтому сегодня мы, получив для себя федеральный закон, который очень многие вещи расставил на свои места, чёрное назвал чёрное, белое назвал белым, будем иметь более жёсткий контроль для того, чтобы допускать людей на... давать людям право перевозить пассажиров, ну, людьми, я имею в виду, организациями, частными предпринимателями. Альберт Владимирович, вот мы с вами пока разговаривали, нам на сайт пришёл вопрос как раз про сельские дороги, которые вы упомянули. Я вопрос процитирую, он от Валентины. Крик души, а не вопрос. Когда, наконец, начнут строить дороги в деревню и в деревне, только не надо про кризис, у нас что кризис, что не кризис, денег нет на деревенские дороги. Может быть, вы перечислите конкретные деревни, где будут строиться дороги, или конкретные направления? Ну, смотрите, деревня, деревня рознь. сегодня строительство сельских автомобильных дорог ведётся по программе развития села. Здесь ключевое слово развитие. Понятно, что к моему величайшему сожалению, как, наверное, к величайшему сожалению всех граждан Российской Федерации, у нас нет такого количества денег, чтобы можно было строить всё куда угодно, и что угодно, и где угодно. Поэтому для того, чтобы те деньги, которые сегодня выделяются на строительство сельских автомобильных дорог, тратились рационально, и был стимул у жителей сельской местности получить возможность, что у них появится новая автомобильная дорога, принято решение было и на федеральном уровне, да, собственно говоря, и в Кировской области мы по такому же принципу раньше действовали, что строить автомобильные дороги, по крайней мере, новые автомобильные дороги в те населённые пункты, где развивается сельское хозяйство. То есть понятно, что автомобильные дороги хорошие хочется всем, но если в одном селе ничего не происходит, а люди просто проедают пенсии или какие-то дотации ничего не делают, а в другом соседнем селе развивается активное сельское хозяйство, там переработка сельхозпродукции, понятно, что оно нужнее, да, и они первоочередно, стоят в первую очередь. Отбор таких сельских проектов производит на сегодняшний день Министерство сельского хозяйства Кировской области. На эти проекты есть софинансирование из федерального бюджета. Мы ежегодно там 3-5-6 дорог строим. Но вы сейчас можете сказать, в каких деревнях или в каких селах будут построены дороги в ближайшее время? Еще раз говорю, у нас сегодня этой программы ведают Министерство сельского хозяйства Кировской области. Я точно знаю, что у нас планировалось в этом году построить 4 дороги в Ружунском районе и одну в Пижанском, примерно 5 дорог. Сейчас вот на прошлой неделе мы подписали соглашение с Федеральным дорожным агентством на перечисление этой субсидии. Сейчас будем объявлять конкурсы. Это не массовое строительство, это строительство только в те населенные пункты, где сегодня очень хорошие, серьезные перспективы для развития сельского хозяйства. То есть увеличение производства, увеличение количества рабочих мест, увеличение налоговых отчислений и так далее. То есть то, где есть смысл туда тратить очень большие деньги. Дороги это очень дорогостоящие удовольствия, хорошие дороги. Ну, кто бы сомневался. Поэтому, исходя из того, что средств очень мало и достаточно скудные, приходится делать выбор. И выбор приходится делать в рамках конкуренции. Альберт Владимирович, нам надо сейчас прерваться на рекламу. Я напомню, что это интервью министра транспорта Кировской области Альберта Запольских. Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это интервью министра транспорта Кировской области Альберта Запольских. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Мы продолжаем. Я предлагаю Альберту Владимировичу поговорить про аэропорт. И в прошлом году, и в позапрошлом году было много таких жарких дискуссий по поводу выделения бюджетных денег на содержание аэропорта Победилова. Скажите, пожалуйста, в следующем году также пойдете просить бюджетные деньги? Да. Авиаперевозки с одной стороны в общей структуре перевозок Кировской области занимает не самое большое место, ну что-то третье по объему. В прошлом году у нас было перевезено чуть больше 70 тысяч пассажиров. Для понимания автомобильным транспортом было перевезено 120 миллионов пассажиров. Поэтому, безусловно, всегда кажется, что, наверное, может быть, и не надо. Надо. Очень много вопросов, связанных с тем, что вот вроде Кировская область должна развиваться. Поверьте, я уже седьмой год руковожу отраслью, и очень часто приходится на всевозможных встречах на высоком уровне, особенно в Москве, где-то, когда народ спрашивает, как можно смотреть и лететь? Да, можно. И это резко меняет отношения к региону. И то же самое говорят бизнесмены, которые хотят какие-то инвестиции сделать в Кировскую область, какой-то бизнес здесь развивать, какие-то партнерские отношения с кировскими предприятиями и организациями выстраивать. Им очень важно, что сюда можно прилететь. Утром прилететь, вечером вернуться. Это не имиджевый вопрос, как очень многие думают. Это реально вопрос экономический, с одной стороны. А с другой стороны, мы живем в 21 веке, жители Кировской области имеют право пользоваться теми же самыми благами цивилизации, чем пользуются остальной цивилизованными. То есть авиаперевозки это в том числе одно из тех достижений технологического прогресса, которые максимально упрощают делать жизнь более комфортной. Да, сегодня, к сожалению, аэропорт города Кирова, аэропорт Победилова является планово-убыточным предприятием. Подчеркиваю, планово-убыточным. Почему? Мы пока не можем достигнуть того уровня пассажирооборота, который бы сделал его рентабельным. Вот в прошлом году мы перевезли 74 тысячи пассажиров, точка безубыточности у нас, если мерять это на пассажирооборот, переходится где-то на 180 тысяч пассажиров в год. Для справки, в 1991 году из аэропорта города Кирова улетело 300 тысяч пассажиров. То есть авиационная мобильность населения города Кирова в принципе позволяет достичь необходимого уровня. Но весь вопрос связан в том, что надо открывать новые направления. То есть они были утеряны с начала 90-х годов. Сейчас с трудом, но медленно оно восстанавливается. Поэтому для нас, для министерства, для правительства Кировской области задача номер один сегодня открыть максимальное количество направлений, по которым можно улететь из города Кирова, увеличить максимально пассажиропоток, который обслуживался аэропортом города Кирова, аэропортом Победилова, и при этом свести на нет бюджетные издержки. Сегодня аэропорт Победилова 100% принадлежит правительству Кировской области. А что с поиском инвесторов? Компания Новый Порт фигурирует. Поиск инвесторов активно ведется, но еще раз, это же рынок, рынок достаточно гибкий. Сегодня с точки зрения коммерческой аэропорт Победилова планово убыточный. Понятно, что если инвестор сюда решит, примет решение заходить, он должен понимать, что через какой период времени те инвестиции, которые он сделает, начнут, во-первых, ему вернуться, а во-вторых, начнут приносить ему прибыль. И поэтому у нас сегодня с несколькими игроками этого рынка, которые занимаются именно аэропортовой деятельностью, в том числе и новопортом, ведутся активные переговоры, причем они в такой достаточно уже, в общем, высокой фазе, близко к этому. мы все-таки губернаторам поставили перед нами задача в максимально сжатые сроки все-таки уйти от бюджетного финансирования и переложить это финансирование на инвесторов. Те, которые будут заниматься обслуживанием аэропорта Победила, его штатацией, его совершенствованием. Пока сегодня окончательные договоренности ни с кем не достигнуты, поэтому я сейчас просто об этом говорить не буду, но еще раз задача поставлена. Те, кто часто летает, наверное, обратили внимание, что пускай медленно, но мы привели аэропорт в надлежащий вид. Сегодня он похож на современный аэропорт. Сейчас мы практически полностью заканчиваем реконструкцию первого этажа. Кроме того, очень было много нареканий со стороны пассажиров на то, что приходится багаж идти получать в отдельно стоящее здание. Мы сейчас закупили новую багажную карусель и она уже будет смонтирована в основном здании, соответственно, пассажирам не надо будет прийти в аэропорт Победилово, там, у другого здания стоять, ждать, будут получать в основном здании багаж. Я хотела еще спросить по поводу как раз соглашения по взаимодействию с той самой компанией Новопорт, оно было подписано в 2013 году, скоро закончится 15-й, вот по этому соглашению вы уже когда планируете начать конкретные действия? Соглашение с Новопортом было рамочным соглашением, это было соглашение о намерении, конечно, это не было соглашение о конкретных действиях, еще раз хочу сказать, аэропортовая деятельность это бизнес, и бизнес достаточно гибкий, соответственно, любой бизнесмен, который будет вкладывать деньги, должен понимать во что он их вкладывает, то есть не видят они в аэропорту Победилово таких перспектив? Вы мне задаете вопросы коммерческие, которые я не могу знать, пока у нас идут серьезные переговоры с потенциальными инвесторами в аэропорт Победилово, и условия их вхождения в этот бизнес до конца еще не обговорены, вы же прекрасно понимаете, что вложив сумасшедшие деньги, по-рубому их не назвать, в реконструкцию аэропорта Победилова из областного бюджета, вложив больше миллиарда рублей из федерального бюджета в реконструкцию посадочной полосы, правительство Кировского не может просто кому-то подарить, сказать, а вот тебе аэропорт, делай с ним что хочешь, нет, конечно, мы принимая решение о том, каким способом мы будем привлекать инвесторов, какие задачи мы будем ставить перед инвесторов, должны понимать, что с одной стороны а, что мы не теряем контроль над предприятием, да, с другой стороны, что мы не теряем авиаперевозки Кировского бюджета, ну, что просит, тупо не закроют и там не сделать на базе логистической какой-нибудь центр и все такое, ибо мы должны понимать, достигнем ли мы и когда достигнем тех поколителей, на которые мы рассчитываем, а у нас планы, они там, кто-то их называет наполеоновским, на самом деле ничего нет наполеоновского нет, у нас достичь конкурент, рентабельного объема пассажироперевозок, и с точки зрения предоставления жителям Кировской области комфортных авиационных услуг, открыть таможенный и пограничный путь для того, чтобы шлять международные рейсы, потому что кризис кризисом, резко сократились заграничные поездки, но ничего вечным не бывает, у нас в 2008 году был кризис, который мы благополучно пережили, и я уверен, что мы и этот кризис точно так же благополучно переживем, и дальше будем только развиваться, поэтому этих задач мы с себя не снимаем, да, наверняка из-за того, что сейчас резко снизился спрос на авиационные перевозки в первую очередь в зарубежье, сроки отодвигаются, но проект этот никто не закрыл, мы продолжаем с ним работать, поэтому не можем рубить с плеча, мы должны тщательно все взвесить, тщательно все просчитать, и только после этого уже начинать распоряжаться с этим имуществом. Есть вопрос про авиакомпанию Победа, как раз нашего сайта, Ольга спрашивает, как обстоят дела с заполняемостью кировских рейсов авиакомпании Победа, бывают ли случаи отмены рейсов, когда билетов куплено мало, планируется ли открывать новые направления с Победой, дешевые перелеты, это замечательно, но хочется, чтобы это было надежно и надолго. Победа у нас еще не летает, полетит только с первого сентября, поэтому сказать о том, будут ли отменяться рейсы, не будут ли отменяться рейсы, я не могу, это все-таки в первую очередь от перевозчика зависит, но одно на сегодняшний день знаю точно, что на ближайшие две недели все бледы уже распроданы, соответственно, вот распроданы все бледы, значит, две недели у нас уже победа закрыла продажи, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы победа летала в первую очередь, потому что это современные комфортабельные самолеты, это практически в два раза сокращение время пути до города Москвы, то есть, тот аэропорт первый, который они на себя сегодня взяли, это почти в два раза дешевле по билетам, чем летает на Ютере, поработаем, посмотрим. Откуда такая цена билета, вы субсидируете? Нет, мы ничего не субсидируем, цену, стоимость билета мы не субсидируем. А что субсидируете? Вот люди, которые часто летают, полетев на Лоукостере Победа, поймут, в чем разница между полетом за 4 тысячи рублей и полетом за 7,5 тысяч рублей. Ну, объясните для непосвященных. Победа, то, что авиакомпания Победа, то, что на авиационном АЗГе является компанией Лоукостера, то есть, компания, которая берет за свои услуги минимальное количество денег, но при этом то, что вы само собой разумеющимся считаете в самолете, какие услуги их не предоставляется. Например, самолете вам никто не предложит завтрака, даже за деньги. Если вы захотите попить, то в лучшем случае вам принесут стакан воды запить таблетку, возможно, его не принесут. Багаж, который вы можете взять в самолете за дополнительную плату, место, то есть все, которые услуги оказывает авиакомпания Лоукостер, кроме, собственно, вашей транспортировки с точки А в точку Б, они за дополнительную плату. В этом и заключается их разница между основными компаниями, ну, обычными компаниями, да, то есть, купив билет у обычной компании, вы получаете весь набор услуг, который входит уже, и неважно, воспользовались вы этой услугой, не воспользовались, вы все равно ее оплатили, то в компании Лоукостера вы дополнительно покупаете только те услуги, которые вам необходимы в данном полете, в данном конкретном полете. Вот про надежный и надолго, то, о чем спросила Ольга. Авиаперевозки это тоже рыночная услуга, если жители Кировской области, города Кирова, проголосуют рублю за этого авиаперевозчика, будут на нем летать, и наполняемость самолетового будет достаточно для того, чтобы он окупал свои издержки, конечно же, они никуда не уйдут, это бизнес, они на этом зарабатывают. Поэтому с точки зрения надежности, ну, я пока не слышал за тот период времени, что Победа работает, о каких-то сбоях, связанных с их работой. Да, по погодным условиям что-то было еще, но, что-то связанное с тем, что плохо работает авиакомпания, я пока нареканий не слышал. Альберт Владимирович, у нас закончилось время, к сожалению, я прошу на последний вопрос коротко ответить, да или нет. Будет ли в 2016 году трасса на Пермь передана федеральной собственности? К сожалению, на этот вопрос я ответить не могу, он не моей компетенции, сегодня это решается на уровне федерального правительства. Я предлагаю тогда на этом закончить. Спасибо большое, это было интервью министра транспорта Кировской области Альберта Запольских, я благодарю вас за эфир. Эфир для вас была Юлия Афанасьева, всего доброго и до свидания.